Здравствуйте! Спасибо, что пришли, что пришли. Очень приятно вас видеть, более обстановка приятная. Кое-кого из вас я уже знаю. Я думаю, что здесь то, что вы услышите, вам не покажется напрасно, но то время, которое вы на это потратите, надеюсь, вам тоже вам покажется напрасно. Есть в мире сейчас много всяких технологий развития здоровья. Во всяком случае, они так преподаются, как технологии развития здоровья. Но я по образованию инженер-электронщик, программист, поэтому физику чувствую спинный мозг. Канапеев, когда я стала пульсом, как исследователь, проверить это, хотя бы элементарно, на аналогическое соответствие. Что интересно, среди долгожителей, которым сейчас не жили 160 лет, нет, например, ни одного спортсмена, ни одного миллионера, миллиардера, нет йогов, нет тех, кто занимается, практикует цигун, кушу, омху, омху, омхуай. Никого нет, представляете? Старше 110 лет. Это поразительная информация. Самый простой ответ, который напрашивается, это то, что все эти системы развития психологической практики, они не развивают здоровье, потому что если здоровье развивалось бы, то последовательные эти теории сидели там по счету. Но их там нет. То, что мы приписываем всем системам оздоровления, они, на самом деле, не несут в той мере, в которую мы им приписываем. Никто из них не говорит, что они продлевают жизнь. Здесь нельзя. Хотя бы элементарно проанализировать йога, например, так? Это духовная практика. Там не стоит слово, что вы будете здоровы и будете жить долго. Это духовная практика. Цигун – это работа с энергией. Можно совсем простые вещи. Аэробика – аэробные желания на русском. Культурист, большие мощицы, ответимый, большая сила, скорб, работа на результаты. Слово «здоровье» там нигде не фигурирует. Поэтому приписывать этим вещам то, что оно дает здоровье, неправильно. В какой-то мере, они всеми это здоровитный эффект, потому что человек прописуется, который вообще ничем не занимался. Ему, поверьте, не важно, чем заняться, лишь бы разогнать кровь. Лишь бы хоть как-то задвинуться в этой точке тот, что существует в организме. На самом деле мы же не дорабатываем нашу физическую активность катастрофически. Мы сейчас меньше работаем, чем наши родители. Еще меньше работаем, чем наши деды. Из-за того, что цивилизация развивается в сторону улучшения комфортности жизни, мы физически сейчас не востребованы вообще. Нам, по идее, хоть и сегодняшнему человеку, а тем более подрастающему поколению, сила физическая вообще не нужна. Нет конкуренции с точки зрения физики, понимаете? Почему сколезники сейчас есть в школе, в лошади, сколезники? Вот вчера помните, у меня вы были увлечены, мама, дочка, муж. Новенькие не пришли. Мама еще ничего в состоянии, муж хоть закостнил, но иногда что-то крепкий мужик. То есть, сильно дай бог, дочка это катастроф. Дочка не могла можете поставить вот так и вот так подсесть. Вы не поверьте, вот так она делала. У нее суставы не способны выдержать вот так. Тазобедливый сустав, поясничьи мягкие, глазуночка присесть, она вот так делает. Это смешно, если бы не так страшно. То есть, дистрофия у детишек, это уже лицо. Почему? Для этого они занимаются компьютером телевиза. Родители, чтобы избавить себя от головного боли, пойди поиграй. Вот тебе PlayStation, пойди поиграй. Вот тебе этот. Ну, раньше Дэнди было, когда я был лет 20 назад, сейчас PlayStation. Это круто. Или что получается? Паленький ребенок вечером устраивает взрыв активности. Он не хочет спать, он начинает бегать, он начинает призвиться. Родители его кричат, ругают, некоторого шлепают. А он еще дитя природы, и ребенок говорит ему, ты, дорогой, не выработал свой ресурс энергии в течение дня. Вырабатывай. Ребенок должен вырабатывать, чтобы потом спокойно усыновить. Наши представления во много продиктованы какими-то сознаниями, конструкциями, продовольные сами себе, придуманные про сами же себя. Вот в человечестве по мере развития существуют какие-то такие этапы. Помните, одно время было увлечение гипероксиминацией? Камера, насыщение кислородом, и это чуть ли не продление жизни. Майкл Джексон этой камере шин. Так. Потом была очередная фишка. Ну, до этого было правильно антибиотики. Все вылечим. И будем жить еще. Потом очередная фишка. Овечка доли. Вот, овечка доли. Будем планировать органы, и все нормально. Потом сейчас стволовые клетки. Потом биодобавки. Помните бум эндогенное дыхание? Помните бум с деткой Порфирьей Ивановым? Какие-то идеи удастся, находится под них какое-то логическое объяснение, причем всегда так красиво звучит. И пытаются это преподносить людям, как вот нечто, которое лечит буквально все. Если говорить по дыханию, то есть дыхание с насыщением кислорода, есть дыхание с насыщением кислорода газом, глубокое дыхание. Дыхание, наоборот, неглубокое и так далее. И то, и то, и то. И все помогает. Все помогает. Какой-то эффект дают там, какой-то эффект дают там, какой-то эффект дают там. Но если посмотреть в конце результата, то в конце результата, извините, пшик. Я совсем недавно узнал, например. Ну то же самое касается биодобавок. Один из основоположников индустрии биодобавок, Амуэйхи, если я правильно вспомню, Роджер Билл Сиджер, кажется. Умер в 44 года. Нам эти биодобавки продают, понимаете, да? Нам их продают. А основоположник умер в 44 года. Недавно я совсем узнал, помните, рентогенное дыхание фролока? Так и полочки продавались, водичка наливалась, дышали через эту воду с тем, чтобы поменьше дыхать кислород, чтобы повышать уровень СО2 в крови. Идея заключалась в том, что мы перенесимаем кислородом. У нас лишена мода свободных радикалов. Вот так. И как бы кислородом учился, как я. Избавиться от этого яма. Ну, вроде бы, такая здоровая, здравая, красивая идея. Понимаете? Какие-то люди делали и что-то они у себя лечили. Но человек умер в 71 года. Сам который это делал. Нельзя терять человека, который не решил свою проблему, который не решил проблему вашу. Мне можно лень, пока я так не вижу. Когда я начну шамкать челюсть и так далее, мне можно уже не лень. Мне можно отправить на основную историю. Нонсенс курьёс просто расскажу. Мне это забавляло одно время. В целительный настрой Сыкина. Слышали такие вещи? Да. Да. Книжки. Вот такие толстые книжки. Жена моя читала. Мне друг Сыкина, Сыкина проверили на обши издельных комиссий людей. Я немножко критикую вас, потому что потом я вас начну лугать. Начал лучше. Так. И сказали, что его биологический возраст ради сорока года. Я аж подпрыгнул, потому что мне сорок лет, ему сорок лет. Мы зашли в интернет, нашли его видео, интервью, нашли его фотографии. Из нити ложка полная. Вот просто полный. Там старый человек, ему говорят, что ему сорок лет, биологический возраст. Я не знаю, как это можно было дать. Помните, когда появился первый раз в лаганьке фотография по фирре Ивану? Тут у тебя сорок, что есть, понимаете? Нету? Ладно. Я запомню. Ну может тоже, это был 85-й год, или 87-й год. В лаганьке на развороте, огромная статья, в арфире Ивану, все такое. Человек с закаливанием включил болезненное закаливание, холодной водой, вылечил сниферат. Это нормально. В таких случаях масса. Масса. Но, когда они на фотографии, там смотрел старый, не пожилой. Это был старый человек. Огромный дистратичный живот. То есть вообще никакого, о какой-нибудь мускулатуре можно забыть. И дистратичный нодный. В шоках. Абсолютно нелепый вид. И вот он преподносился, как человек, проповедующий здоровье. Господа, берите своими глазами. Элементарно. Просто посмотрите. Но не может быть этот человек здоровый. Не может человек, который стареет, говорить про здоровье. Слышали, может быть, историю про Сталина и про Богомольца? Слышали, да? Богомольца. Есть институт в Москве имени Богомольца. Они, по-моему, несколько штуков по стране. Человек, который обещал Сталину решить проблему продления жизни. Так и когда он умер в 56 лет, Иосиф Бессаренко так парням палится и сказал, «Надо же, всех обманул, афин дня». А ему были там потензиклы деньги, а власть страны власти был государственным. Авансы давал большие. Что по поводу здоровья говорит Ходу? Ходу, оно возникло не с точки зрения медицины, не с точки зрения знания каких-то глубинных процессов на уровне биохимии, как почка работает, как там, Тислородом насыщается, или тислородом газом. Нет. Ходу возникло, и с другого ходу возникло сверху. С глобальной философией. Оттуда появилось. Уже потом все эти медицинские данные, которые я вам буду рассказывать, они потом уже приведились к этой идее. Как оказалось, так как мы живем во Вселенной, то есть вселенские принципы есть, к которым мы подчиняемся. Мы можем не знать, как мы подчиняемся, как она нами управляет, но мы уже будем. Потому что есть сила тяжести, она нас притягивает. До сих пор неизвестно, почему притягивает. Вот просто неизвестно и все. По умолчанию Гринар притягивает, есть закон, как она притягивает, потом притягивает и все. Почему одноименное толкивается? А понятно, неизвестно. Просто не отталкиваясь и все. Поверьте, даже с электрическим током для Гринар есть масса проблем, и тогда невозможно объяснить, почему он себя так ведет. Но он, как он ведет в секретаре, для этого закон пользуется. Это не так. Значит, ходу рассматривает организм, как систему, состоящую из трех функциональных частей. Опорно-беременный аппарат. Это кости, связки, мышцы, суставы. Все то, что выполняет функцию движения непосредственно. То есть я, как биологическая, живая, действующая машина, в первую очередь должен двигаться. Я должен уметь догнать свою еду, укусить ее. Если не справился, уметь убежать. Вы помните, что движение – это моя основная функция. Обмен веществ. Обмен веществ – это в самом широком смысле. Он обслуживает работу от обладательного аппарата. Ну, самое простое, что – кровеносная система. Значит, доставить с током крови в мышцы питательных веществах. Лимфодическая система. Вывести продукты, жизнедеятельность, продукты распада. Система терморегуляции. Поддерживает у нас постоянную стабильную температуру. Также система регуляции, которая поддерживает частоту сердечных сокращений, насколько, насколько нужно. Потом поддерживается автоматическое давление. Система выведения. Если мне жарко, под раз – через мочеиспускание. Это огромная система. Это на самом верхнем уровне приведет на знание, как она действует. У меня от дыхания воздух. Система дыхания доставит кислород. Отправляет его в кровь, чтобы питать мои мышцы. Я ем из еды. Извлекаются питательные вещества. Опять-таки, чтобы доставить мои мышцы. В самом широком смысле. Как это работает на уровне биохимии, я не знаю. И исследовать и знать самую малость на самом деле. Многое, что есть на уровне предположения. Но этого знать не надо. Самое главное, что обмен веществ порнит опорно-двигательный народ. Он обслуживает его работу целиком. Нервная система. Тоже в самом широком смысле. Управляет и контролирует работой и вот этого, и вот этого. Прежде чем я поднял руку, я должен захотеть его поднять. Я когда беру стакан, я ощущаю, насколько я его держу крепко, чтобы я его не вырыгнул. Здесь присутствует как сознательная часть, так и подсознательная часть. Я не все действия делаю в сознании. В сознании я просто стою. Но масса мышц, которые подъедут на уровне везде, они работают бессознательно. Я ими не управляю. Понимаете, да? Я ими не управляю. Я не управляю бросом гормонов в нужный момент. Когда начинает генироваться, начинается брос гормонов. Увеличит содержание кислорода в крови. Кто? Вот. Это есть подсознательная регуляция, которая, ну буквально мы всю жизнь, мы каждую секунду находимся под ее контролем. Постоянно находимся под ее контролем. Значит, нервная система обмен веществ опорно-двигательный аппарат. С точки зрения системотехники и вообще с точки зрения любой машины, просто биологической, опорно-двигательный аппарат является базовой системой. Потому что вот эта система обслуживает. Эта система обслуживает. Они обслуживают. Их степень совершенства зависит от того, насколько их возможности нужны при обслуживании работы опорно-двигательного аппарата. Врачам на первых и вторых курсах говорят, мне много врачи говорили, что обмен веществ тренируется только при работе скелетной мускулатурой. Потому что сам по себе он вообще не нужен. Он нужен для обслуживания. Если у меня обога-двигательный аппарат работает. Если мне нужно поддерживать температуру во время работы. Если мне нужно промяное питание. Если мне нужен кислород. Если мне нужно отводить продукты расхваток во время работы. Обмен веществ это научится делать. Если это не будет востребовано опорно-двигательного аппарата. Он этого делать никогда не сумеет. То же самое нервная система. Тут невозможно чтобы работала только нервная система. А это нервная. Только при работе опорно-двигательного аппарата. К сожалению вот эта вещь. Это же простая вещь на самом деле. Нам об этом не говорят. Все варианты сделать человека здоровым. При помощи вмешательства извне. То есть таблетки и любки. Уколы. Как называется. Половые клетки. Все такое. Это все есть вмешательство в работу вот сюда. Но это так лучше не становится. Понимаете? Помните одно время был взрыв эмоций по поводу электромиостимуляторов. Миостимуляторы включены до сих пор не планируют по телевизору. Миостимуляторы включены, мышцы накачаем, волимпийскими чемпионами будут. Дудки не получилось. Организм должен этой мышцей контролировать. Если она выращена под ее стимулятором, она под ее стимулятором работает не. Потому что мозг ей не управлял. Это должно быть построено прицелостной работе всей системы. Что происходит сейчас? Например, вот эти болезни старости. Болезнь из геймеров. Извините, маразм, наверное, можно сказать, да? Старческий. Почему происходит? Сейчас будет, потому что отреградил вот такого отливительного аппарата. Внутри эмоций, но для этого не нужно.